Вновь оранжевый уровень опасности и вынужденные каникулы у школьников некоторых районов Витебского региона. Аномальные морозы, которые испытывали на прочность страну, начиная с предрождественских дней, до сих пор не спешат покидать Беларусь. Только завтра на термометрах обещают наконец-таки более-менее приемлемый минус, а к концу недели уже метели, гололед и ветер. А пока анализируем последствия сильных морозов. В Щучинском районе, прямо на трассе насмерть замерз 57-летний мужчина, тело накануне обнаружили спасатели. Еще двое погибших от мороза в Могилевской области и трое только за одни сутки в Минском регионе. Количество же пострадавших с диагнозом обморожения по стране исчисляется десятками. Насколько сложными были эти праздничные, но аномально морозные дни в Минске, узнаем прямо сейчас. В нашей студии заместитель начальника Минского городского управления МЧС Виталий Дембовский. Виталий, добрый вечер, если, конечно, можно назвать его добрым. Добрый вечер. И первый вопрос, как же все-таки пережила столица аномальные морозы? Действительно, погода в эти выходные в республике и в столице в частности была аномальной с точки зрения низких температур. Однако столица справилась с морозами достойно, во многом благодаря тщательной подготовке коммунальных и аварийных служб к этим морозам. Что следует отметить в этом вопросе? Конечно же, было сделано многое заблаговременно для того, чтобы минчане минимально ощутили все последствия непогоды. Была проведена тщательная проверка всех систем жизнеобеспечения. Прежде всего, это касалось электроснабжения и теплоснабжения. Конечно же, была увеличена температура теплоносителя, которая подавалась в жилые дома. А также были задействованы и проверены передвижные электрогенераторы для того, чтобы была возможность запитать особые объекты, такие как больницы, в которых есть реанимации, и подобные им объекты в случае отключения электроснабжения. Сотрудники госавтоинспекции, сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям работали в усиленном режиме, конечно же, обеспечивая безопасность и на дорогах, контролируя уборку от снега, контролируя транспортные потоки. Потому что очень многие чрезвычайные ситуации локального характера были связаны именно с автомобилями. То есть люди попросту останавливались в своем транспорте, замерзали, им своевременно оказывалась помощь. Также следует отметить, что в период рождественских мероприятий на основных церквях было организовано дежурство и наших работников, а также дежурство волонтеров Красного Креста с выставлением пунктов обогрева для того, чтобы люди не замерзали и максимально комфортно провели Рождество. К счастью, серьезных чрезвычайных ситуаций и аварий зарегистрировано не было. Большинство из них касалось именно транспорта, который, как я уже говорил, замерзал на дорогах. Однако имели место не только замерзание, но и противоположные ситуации, связанные с возгораниями транспортных средств. Загорались как частные автомобили, так и был случай возгорания городского пассажирского автобуса, который, прямо двигаясь по маршруту, загорелся. И, к сожалению, этот автобус серьезно поврежден. Кстати, о пожарах. Что говорит сухая статистика и каковы основные причины возгорания? На самом деле, если касаться в разрезе таких аномальных морозов, естественно, повышенные нагрузки испытывают все системы. Это касается и систем энергообеспечения жилых домов, это касается и систем энергообеспечения автомобилей. Поэтому одна из основных причин возникновения пожаров в такой период – это либо перегрузка, либо неправильная эксплуатация электросети и электрооборудования. То есть люди начинают самостоятельно в попытках согреться, ставить не заводского изготовления, а обогреватели, пытаться согреться другими иными способами, не выключая электроприборы из розеток для того, чтобы они работали, не остывали. Ну и то же самое касается электрооборудования, которое установлено в автомобилях. Потому что в такие аномальные морозы, получая экстремальные нагрузки при прогреве, если есть слабина, электрооборудование не выдерживает и приводит к пожарам. Спасибо, Виталий. Я напомню, в студии ЧПБА и был заместитель начальника Минского городского управления МЧС Виталий Дымбовский. Что касается статистики пожаров по стране, то лишь за минувшие сутки погибло 10 человек. Всего же только с начала этого года пожары унесли жизни уже 38 белорусов. Подробнее о трагедиях, случившихся в рождественские дни, в нашем обзоре. Смертельный огонь свечи. В Минске минувшей ночью вспыхнула квартира на седьмом этаже в многоэтажном жилом доме на улице Беломорской. К моменту прибытия на место происшествия спасателей, 77-летняя женщина, хозяйка квартиры, уже была мертва. Двоих пенсионеров, которые проживают этажом выше, бойцам МЧС удалось спасти. Во избежание отравлений едким дымом были эвакуированы еще 14 человек. По одной из версий, причиной пожара стала оставленная без присмотра свеча. Накануне вечером в деревне Каменюки Каменецкого района в огне погибла семейная пара. Трагедия произошла в квартире погибших, расположенной на первом этаже трехэтажного жилого дома. Мужчину спасатели обнаружили в охваченной огнем комнате и помочь ему уже ничем не смогли. А вот его супругу вытащили на улицу и передали медикам. Но по дороге в больницу женщина скончалась. В этом же пожаре спасти удалось соседей погибших, пенсионерку и двоих ее внуков. Самому маленькому еще нет и года. Всего же эвакуированы из подъезда были 42 человека, в том числе четверо детей. Причина пожара устанавливается. Разогреть дизель и остаться в живых. В реанимацию Слудской больницы накануне попал молодой мужчина с термическими ожогами лица и тела. Как выяснилось позже, доставили в клинику пострадавшего из деревни Хорошево, где у него дачный домик. Именно там, по предварительной информации, он и пытался разогреть канистру с дизельным топливом. Однако при открытии канистры произошла, говоря официальным языком, вспышка порог. В результате чего мужчина получил ожоги лица, туловища и конечности.